и привет всем друзья привет всем с вами сегодня танчик с вами сегодня будет также гидзе и сегодняшний эфир мы начинаем необычно мы начинаем с battle интервью с лидерами лидерами i am series это белая гвардия и у нас сегодня капитан михаил девальд и его первую помощь сегодня канал юрий привет ребята его привет привет телезрители привет танчик как дела дела отлично просто как сегодняшним боем готовитесь настроение боевое боевое готовитесь бою бою за третье место красавчики как соперник соперник но мы соперником играли в группе да он занял первое место соперником знакомы соперником знакомы то есть ну в принципе вы уже знаете даже какие карты вы хотите выбрать какие карты будете вычеркивать уже выбрали эти карты да и у нас будет 1 вас или 2 рудники и 3 нск и везде у вас есть свои домашние заготовки готовы чем-то удивить соперника у меня и заготовки на всех картах хорош хорош красавчик ну ребят давайте мы уже во взводе на самом деле давайте может выберем танчики и понемногу уже поедем и дальше будем знакомиться с вами уже более так плотно напомню друзья так ребята сейчас будут бороться за третье четвертое место в а м series будут выборовать третью позицию у лидеров группы с которыми не уже играли они уже автоматически попадают в про series на второй сезон вы до вы довольны ребята вообще отлично вообще я стал до 1 цель когда я собирал свою команду на я поставил я сдал им обещание что минимум то есть я займу для них мы займем до четвертое место скажу что я свое обещание перед ними я сдержал вот а ну как скажем выиграть была цель основная это но не получилось немножко ну и для тех ребят которые вот к нам присоединяются я скажу вы только что слышали голос девальта капитана команды в гс ребята выбираем танки давайте наверно уже заходить в world of tanks и выбирать танки чем почему предлагаю ну и предпочитаешь я люблю лоу-левел если честно вот мне последнее время понравилось яхт пантера ну и пт как так как-то будет более благосклонно я смогу с вами общаться не так сильно буду отвлекаться на войну с пт-шкой во взводе не хотите кстати что вас после вот я посмотрю я покажу даже всем вашу стату стату вот такая вот стата у девалта любимый танк т-54 ничего себе 2076 боев давал почему ну я во первых я потому что он предпочитаю быстрые маневрные танки раньше это до скажем как батальон была 54 и мне на ней легче командовать то есть я командую только на ст я не могу командовать на тяжелых я да ну на среди когда я экипаж свои 50 четверки пересадил на 50 и поэтому я там все пучком ну вопрос с твоим любимым остеем и уже мы уже закрыли до набу да тоже 50 четверка 623 боя писать 9 100 там мастер ничего себе 54 это так у меня рандом рандом и все рандом рандом да у меня снова танк это я тяжа и 70 он как для гк он сам универсальный танчик то есть поэтому этом боев на нем очень много вижу 2034 боя отличная статистика это же кстати мастер ну ребята могу к и можем конечно поехать и на больших танках выбираете или нем яхтантеру снимать что что возьмем есть 54 есть е-50 и у меня семерка есть с набу кататься на батальонах возводе на батальонах во взводе да давайте в принципе и раньше это никогда не делал но я сейчас пытаюсь добить дамаг который я никогда не мог сделать бродь а что я во первых им команду и выполняю принципе роль свет в ротах боях абсолютно сейчас просто до 100 ты набиваешь себе дома то что многие люди недовольны этим считая что у меня слишком плохая статистику на батальоне не хватает дамаг но вот я пытаюсь остановить верным дам поехали поехали давай ну да и для для зрителей напомню у нас делает сейчас всего 8 секунд то есть мы в прямом эфире и если кто-то хочет задать вопросы ребята можете задавать их по ходу потому что ну наша анкета тоже в принципе ограничено вот по вопросам начнем стандартам девальт почему такой ник насчет девальт длинная история скажем так я люблю читать книжки мне нравился писатель вальтер скотт вот я скажем так вальтер то есть оставил вальт и отрубил то есть кончайник и мне нравились нравились французские классики которые когда там добавляет d то есть приставка там дворянская добавлялся я просто соединил и появился девальт отлично отличная история набук почему набух вот это очень давно еще когда только появился к counter-strike 16 частей кроме он мне пошел книг даже честно я уже не помню почему именно такой ник но он держится медаль сих пор до сих пор ну давайте уже если так перешли о времени наличное поскольку вам лет ребята ну мне в данный момент 23 года уже полных 24 24 давно играете в танки ну я играю с 8 января 2000 получается одиннадцатого года я под конец 2010 года случайно наткнулся на ссылочку для танчиков загрузил понравилось начал играть я понял девальт а ты как познакомился с танками я познакомился с танками совершенно случайно я просто скажем как мне хотелось бы поиграть какую-то игру искал на торренте наткнулся на танки скачал здесь застрял играли какие-то там игры вот до танков ну я играл во первых скажем так раньше скажем так такие игры были далеком на 2000 может третьего тысяч втором годах да была такая известная игра бойцовский клуб сможет браузер вышел браузерная игра да я шпилил в нее долгое время тоже состоял в кланах там был журналистом потом я играл бразерную игру смутные времена потом я переключился на perfect world длинная история но я никогда не занимался серьезно то есть скажем так прямо чтобы проводить огромное количество времени до каких-то игр все равно это был не так как сейчас в танках как познакомились со старладером а старого удалясь на арку семерка да давайте вот поедем арвал драм я познакомился через новости world of tanks на официальной страничке так я с ним познакомился сразу же зарегистрировался сразу посмотрел то есть посмотрел что там какие турниры какие правила мне очень понравилось что там вы организовали лиги то есть это меня я давно об этом мечтал и вы мою мечту скажем так исполнили воплотили отлично супер друзья старладер это место где воплощаются ваши мечты запомните это девальд капитан команды в гс тяжело разговаривать воевать так с расходу на 54 ну теперь могу нормально позадавать вопросы вам вопрос из твича нет вопрос из твича нам не приходят танки девальд ты капитан команды как тебе вообще пришла идея вот такая вот собирать именно свою команду а не вступать куда-то кому-то ну честно говоря я не люблю подчиняться я понял хороший аргумент вообще лучше да я люблю подчинять людей себе больше да я люблю просто я когда-то пытался да как я уже говорил что я играл какие-то другие игры да и мне никогда не устраивало чем занимаются другие командиры я считал что я могу сделать лучше и это отлично получается по крайней мере формате старладера vm series это да и поэтому ты чего ты начал вообще с чего ты начал свою командирскую карьеру расскажи может кому-то будет интересно потому что на твиче у нас есть ребята которые вот уже на протяжении последних четырех выпусков собираются собрать команду для участия vm series для участия в наших fast fast капах и викинг капах и у них одна большая проблема все хотят играть но им нужен кто-то кто бы их мог собрать вот и вопрос к тебе с чего ты начал быть вот командиром сейчас чего начал да когда я начал играть world of tanks прошел месяц и я сразу я еще имел танк т-34-85 я сразу создал клан один то есть мне никто не помогал и меня не было ни друзей не родных друзей как это обычно бывает собирается друзья они там знакомы точнее собираются посторонние люди они там играют друг другу знакомятся становятся друзьями да и начинает там а давайте создадим клан то есть уже формируется какой-то костяк а у меня этого костика не было да я создавал все скажем так сначала один вот и мне приходили люди я их набирал вот и вообще моя скажем так турнир надо командирская давай лучше так начнем командировать история началась уральской стали отличный был турнир я понял и он тоже был онлайн вы полностью да то есть я собрал команду но уже чисто команду из его клана там формат был по моему 14 человек на 90 очков если не ошибаюсь абсолютно рота абсолютно вот как раньше старые да то есть такого плана да но там восьмого уровня только танки были и разрешалась артиллерия шестого уровня и седьмого разрешался да вот так был уральской стали мы готовились целыми месяцами то есть отрабатывали прошли первый этап и не прошли второй но там очень сложная история там было очень много скажем так проблем с организацией и я как бы не очень об этом хочу говорить но я понял а вот скажи лучше сразу вот набу ты его сразу взял к себе в команду или уже потом он пришел к тебе сразу же он согласился потому что мы с ним познакомились в абсолютных ротах и мы с ним постоянно играли мне этот игрок очень нравился за ним очень часто наблюдал я предложил согласился он сказал почему бы нет на бой это правда это правда для меня вот первый опыт тут в турнирах во всяких вот этот старовадер это мой первый опыт мне очень понравилось рот и честно или честно рот и гк все это надоело это скучно неинтересно стало хотя что-то новенькое попробовать и вот тут подвернулось предложение почему бы и нет то есть ты сразу согласился на участие в формате всем 42 до плюс еще у меня как раз были подходящие лет его танки в наличии то есть сложности никаких не возникло как вообще он формат 742 вот ну так вот такой который вы встретили у нас старладере то есть это тт ст 8 левела артиллерия до 5 включительно свет 4 и без французов пока что скажу что так для меня это просто шикарно потому что мне это очень понравилось мне очень понравилось что вы только разрешили свет до четвертого уровня да это просто ну я считаю что ты пятьдесят второй дает для чего пятого уровня это его он дисбалансер он боевой имбова не очень французы не знаю может быть я считаю что так скажу в лиге я думаю что вам не надо понимать правил составить все так же чтобы все было скажем так и сезона сезон может быть через какое-то время может чисто сезона три может быть четыре поменять их а чтобы какой-то промежуток времени то есть пока команды на равных условиях то есть боролись за выход из разных лиг более высокий вот считаю что моим не таково набор вот мне эти очень интересно очень нравится это меня чем-то напоминает старый добрый рот и 90 очков которые бы интересно играть там танков немного все зависит в основном только от собственно скилла кто какие игроки у тебя в команде если они тянут то без проблем можно выиграть и 10 то же самое игроков мало хорошие игроки хорошим игры хорошей победы да здесь очень все динамично да тут все зависит от каждого игрока здесь игрок например если играть там на пусть на высот когда один игрок накосячил там другие 14 ну так это все незаметно затащили все проехали нормально а тут от каждого человека все зависит каждый человек должен на сто процентов выкладывать она все 500 да и это очень важно и тут тактики тут маневры тут действительно можно организовывать какие-то интересные тактики да которые воплощать их да можно их воплощать и самое главное как тебе сказать тут совсем все по-другому даже это различие даже этот формат 742 отличается от тех же самых чемпионских рот там тут можно нужно использовать совершенно другие скиллы да персональные да скиллы можно в принципе теоретически голдой то есть там ну и голдой кто может до менять их для каждой карты то есть это все приспосабливается достаточно все сложно и люди некоторые могут это просто не понимать да допустим на какой-то там росе да тоже сам чемпионский какая-то точка но зачем вы там стоите да допустим но она не актуальна например 742 она будет актуальна абсолютно совершенно все другое так сейчас это как скажем так как с другой планет по поводу тактик я к сожалению так получилось что в первом сезоне мы с гоши стримили в основном только star series и у нас не получалось выходить в м потому что ваши матчи ваши бы и шли вот реально параллельно со звездной лигой с первой лига старладера расскажи мне пожалуйста вот немного про тактику кто у вас то есть давал ты получается и командир по команде и командуешь во время самого боя непосредственно да и продумываешь тактику ты или вы как-то вырабатываете совместную стратегию совместно вырабатываем так практически делаю все я то есть я по теории практически все я делаю то есть я только советуюсь окончательно то есть ребятами я все придумываю тактики маневры там где стоит свету что делать да я готовлюсь к этому очень тщательно у нас тетрадка есть в общем подготовиться ребятам просто показываю свои идеи они говорят добро а здесь было немножко подкорректируем там поменяем хорошо давай поменяем то есть я не тиран я достаточно демократический командир либеральный да и я всегда прислушиваюсь к своим игрокам набор это так это так или действительно так или или ты такой нет он тиран но только я об этом эфире никому не скажу нет-нет-нет набор расскажи вот как боец команды до белая белая гвардия твоя роль в команде ты-то-то вот какой тяж ты водишь тяж мне очень нравится т-32 32 универсал он до универсальный из 3 это не то как-то не знаю мне как-то кажется это совсем не то 32 можно и поставить корпус грамотный серьга 6 и не пробить его могут а тройка что-то мне кажется слишком косит слишком то пл 9 тебе в общем не нравится не нравится вообще ни в какой степени не до четверки он не нравится не на тройке такой достаточно своеобразный танк на любителя так сказать 32 к более универсальный вот за то что я пожадничал в рандоме меня только что наказали друзья если вы играете в рандом не жадничайте все меня убили друзья на самом деле я к этому очень долго шел и вот наконец-то могу опять отвлечься от игры с вами помещался еще плотнее немного тридцать двойка давалд ты командуешься с тэшки ты на 44 или на перше на т-50 на т-50 до нас и на светлячке в основном ездишь как тебе вообще т-50 и когда ты вот командир когда ты самый первый понимаешь это помогает тебе быстро принимать решение или все-таки из-за того что ты больше сконцентрирован на движении все-таки отвлекаешься скажу так зависимости скажем так по-разному бывает иногда мне это вообще не мешает может быть это скажем так привычка да то что я играю на средних танках а иногда бывает мешает и могу стрельб врезаться в камень могу застрять на это бывает очень знаешь да ты 50 это очень элемент абсолютно важный элемент команды и потери которую может быть скажем так и произойти поражение но критичная потеря на самом деле ты полтинника ты представляешь мы видели даже бой когда казаки играли с red rush team 1 команда казак против red rush team 1 и у редов бегемот на рудниках я смотрел все стримы да ты смотри ты смотришь стримы да я смотрю все я все видел я все анализирую я все к этому это одна из скажем так один из моментов подготовки до хорош красавчик на было ты смотришь стримы я как поскольку постольку так когда у меня это получается я стараюсь смотреть смотрим вместе с двойным просмотрим что-то переменаем оттуда там много интересных тактий происходит боев что-то берем для себя да скажу извини что перебивают так хочется сказать договорите конечно ребята стрим не для меня меня ты так был слушать сегодня в боях и меня уже наслушались за за сезон это все для вас первое время вообще я скажем так заставлял команду мы всей команды садились смотрели эти стримы мы с вашей сильно нубили поначалу да нет нормально да серьезно да мы садились да все команды одно дело посмотрит командир да я могу объяснить я ведь могу ведь что-то не так объяснить да допустим могу что-то не так показать игроки могут что-то заметить то что могу могу заметить не могу то есть я не могу заметить да получается и мы это смотрим готовимся тоже этап подготовки и они скажем так сказались хорошо и вот еще кстати вот насчет подготовки вопрос такой ну лично для меня да то есть интересно вам обоим по 24 остальным членам команды средний возраст вообще команды так скажем значит получается двум у нас игрокам одному далеко за 40 около 1 40 около 40 самый младший по у нас 19 лет и в основном остальным как раз вот где-то 25 то есть команда все-таки взрослая да то есть ребята которые уже учились в институтах они понимают да то есть именно что такое обучение как нему подходить да то есть и умеют слушать тебя да взрослая команда скажем так школьников нет школьников нет я понял то есть вы именно так серьезно подготовились вообще вот по после входа в star ladder свою команду позиционируешь как киберспортсменов или больше как фанатов world of tanks и просто которым у которых получается в данный момент в данный момент да то есть была задача тоже до проверить себя проверить меня то есть как командира с сильными игроками смогу ли я это сделать и насчет киберспортсменов я думаю что рано об этом пока говорить пока мы любители если мы сможем пройти во втором сезоне из про лиги в star league то я могу себя скажем так назвать полупрофессионал полупрофессионалом посмею себя назвать полупрофессионалом а в данный момент мы любители я помню к вам из 3 едет по низу вот так встречаем зарядки так у меня 5 снарядов вижу них маус слегка мак еще объем не надо вообще по-моему ловис вообще отличненько слева 2 ст 44 54 ян зарядки может как-то да вот это вот 8 секунд на гуслях 4 у нас даже есть определенные правила команде да например как ты уже на эль-халуфи до них никогда не жадничать никогда не пытайся жадничать потому что даже если ты видишь что ты можешь нанести какой-то определенный дамаг да тебе может прилететь столько плюх ну да и потом это твои хп которые тебе нужны будут совершенно другое время ставят другом месте другом времени а их не будет это может оказаться как любят люди люди говорить до фэлл говорит игр кстати разрядился не попал так что можем спокойно сейчас как скачок сделать поехали лора ну давай давай таран ай не получилось а вот играть игр я с этой стороны за да ой короче хорош война мы уже сделали на троих до во время боя самого и вот непосредственно когда вот вы стартанули прошли последние вот эти полминуты до грузки как вообще в эфире вот в этом в тресе в мамбле да в скайпе как-то общаетесь собой и как вообще все происходит дэвалт вещает все слушают выполняют или же идет живое общение то есть постоянно вижу то прикрой или это уже выработано на интуитивном уровне и понятном ну вот например с предыдущей команды очень часто я вспомогал ребят подсказывал до подсказывал очень часто и даже был очень часто рад что я умирал нет я всегда мог за ними следить освобождал от его руки вождал да скажем так груз танк вот помогал ребятам данная команде да в этой команде таких я практически практически да ребятам не помогают они все делают сами моя задача это им показать точку которую они должны взять показать точку которую они должны защитить куда переместиться а уж как они будут перемещаться как они будут до нее доезжать чтобы не получить лишний дамаг да или случайно не засвечиться это должны играть знать сами игроки то есть моя задача сказать когда атаковать и куда атаковать вот а что фокус да и прикрыть своего напарника это они должны знать сами ой вообще арта нехорошо поступила с нашим е-50 решил взять этот фраг да 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 решил забрать этот фраг у нас да и тут получил юрий ты в основном катаешься с ттшками да ну это понятно да то есть вы вы держитесь группой плотно не имеют вот самом соревновании да вот в самом бою то есть как бы три старые как правило я знаю держится там по три да там по три по два иногда с альфа тапка вместе парочкой как ты вообще ощущаешь себя вот в этом три сторон знаю что рядом сидит человек которым ты уже так много отыграл то есть ты чаще его закрываешь или ждешь чтобы он прикрыл тебя ты часто это просишь там о помощи там своих напарников или как вообще вот у тебя бой происходит конкретно вот из танка из тт ну честно даже о помощи как такое просите не приходится то есть все на паре реагирует сам видит я получу плюху все меня получил фоку за фокус или меня то есть как бы уже сами говорят не отойди мы тебя закроем либо я уже там прикрываю как там все это видно все так происходит быстро вроде бы как но в то же время и медленно ты успеваешь замечать кто получает плюхи из твоих напарников кого надо прикрыть кого надо зафокусить кого надо убить то есть как бы мы как одна команда те же идут на одна команда весьма одна целая и хорош молодцы это отлично когда вот ну то такой вот дух именно в команде когда вот плотность и сплощенность сплощенность и это будут говорят об этом не только командира еще и бойцы в команде массы нескромный вопрос сколько голды на аккаунтах и сколько сейчас лямов серебра Давайте с этого начнем. Галды, голды. Что-то около 600 галды у меня в данный момент. А серебра где-то миллион восемьсот, наверное. Миллион восемьсот. Девальт, у тебя? У меня, наверное, серебра где-то 500 тысяч осталось. Потому что я активно готовился. Приходилось постоянно какие-то танки покупать, какие-то модули. И так как мы постоянно тренируемся и постоянно происходят бои в тренировочной комнате, и нет времени, чтобы вообще в рандоме где-то там нафармить какого-то серебра, все равно у меня примерно стоит на одном и том же уровне. Насчет голды. Вчера было много. Сегодня осталось 100 голды всего лишь. Да, вчера очень много голды. Я ездил в последнее время на одном Т-1, и мне он кушал примерно 100 голды за один бой. Круто. Реально круто. Ну, сейчас, ребят, у вас все шансы будут пополнить свои счета. Ненамного, конечно, но шанс есть такой. Именно за третье, за четвертое место аж голдой заплатят. Ребята, скажите еще тогда. Поскольку танков в ангаре? Танков... У меня порядка 19-18 танков. У меня раньше было танков, я многие продал. Вообще, раньше, когда я начинал играть, занимался... мне нравилось коллекционировать их. Я, например, когда качался до Т-54, у меня с МС-1 до Т-54 были все танки. Ого. Вот. Не знаю, зачем я фетишизмом этим занимался. Сейчас я понимаю, что это была полная глупость, но тогда мне это нравилось. Вот. Я это все продал. Ну, так сейчас, наверное, танков 17, может быть, может быть, меньше. Могу соврать, честно. Но танков 15, наверное, есть точно. В основном все танки турнирные? Или есть там... Ну, понятно. Ой-ой-ой-ой. Пополам, наверное, думаю, все-таки. Ну, как пополам, наверное, все-таки больше, меньше, конечно, турнирных, потому что не так уж их много все-таки, да. И, наверное, все-таки одна треть турнирных, две третьих уже для глобальной карты, для ротных боев каких-то абсолютных. На боу у тебя? У меня вот такие, ну, танки, ТТ-шки, 9 уровня, я их никогда не продаю, у них всегда приятно кататься. И с ТТ-шки у меня только 9 уровня, вроде как. Да. Качуясь, я как-то перестал прокачивать всякие танки, там, это стало как-то скучно, интересно. Слишком очень кидает маленькие танки к большим уровням. Как-то чувствуешь себя некомфортно, когда ты на танке 6 уровня против 7-ки, допустим. Ну да, попадаешь, да. Хотя бы даже к 9-м, если попадаешь, это напряжно. Прям некомфортно. Так, по мере, по мере стараюсь прокачивать, но... Я понял. То есть ты умеренно проходишь все танки, да? То есть за свободный опыт, то есть за голду не переводишь в свободный опыт с 10-х левелов или с премов. Кстати, есть прем-танки в ангарах? Т2-лайт. Раньше был Валентайн, но я его продал. Я понял. Это Т2-лайт и халявный Т-34, который... Который всему серверу раздали, я понял. Который у каждого есть, наверное, больше у меня нет. Ну вот, например, батальону я не докачивался на нем, я его просто купил. Необходим просто был танк для нашего клана, когда они только-только появились, я побежал его, купился. То есть батальон 4-лент, ты просто перевел опыт, и взял его сходу вот так вот. Понятно. Я понял. То есть ты, получается, комбинируешь и выкачиваешь, да, и покупаешь, да? До этого я никогда этого не делал. Это единственный танк, ради которого я решил... Он тебя не разочаровал за эту сумму голды? Сейчас у меня уже больше тысячи боев на нем. Я продолжаю. Сейчас хочу сделать примерно столько же боев, как на 54-ке. Я понял. То есть до 2000 добраться? Да. Хорош, хорош. Так, по премтанкам спросил, про голду деньги спросил. Что еще спросить? Гоша, ты обещал помогать сейчас. Вот он сидит рядом и играет в танки. Уже спрашивали. Да. Не хочет Гоша мне помогать. О себе, ребят, расскажите, кто как живет, кто с семьей, кто дома с родителями? Вообще, кто где живет? Я живу в Казани. В Казани живешь. Это Набу. Нет, это Миша. Нет, это Миша, да. Это Девальд. Девальд у нас в Казани живет, а ты Набу. Я из Московской области. Город Зеленоград есть такой. Зеленоград? Да. Хорош, слышали про такой город. Да, вот Гоша подсказал, ты можешь знать даже человека с ником Злодей09. Тоже Зеленоградец. Твой получается. Возможно. Это встречались когда-то где-то. Но не помню. Живете с семьями, сами? Я живу один. Один живешь? Живу один с 18 лет. Живу один. А ты Набу? Нет, я живу с родителями. Мне это очень отлично. Сильно не ругаются за то, что сидишь допоздна именно там в компьютере постоянно. Это как бы маня же Дева, я уже взрослый. То есть как бы, главное, не бездельничего, чтобы ломить танков. Вот тебе подсказывают, Смоукмен из Оунера подсказывает, енот, тащи. Тяжело это сделать, честно, в данной ситуации. Тяжело говорить и одновременно играть. Да, да, да. Вот видите, меня убивают сразу, мне легче становится, у меня сразу к вам куча вопросов, а вы уже показываете мастер-класс. Мы вообще с Гошей придумали, что вот эти покатушки, это на самом деле покатушки болит, да, для статистики топовых игроков. То есть, ну, ты с нами как не зайдешь, да, люди, мы заставляем просто отвлекаться и там совершать там мелкие ошибки, и там вот терять хп на ровном месте. Ну, Бук, скажем, на тебя сейчас все смотрят, я тебя показываю. Отлично я на зарядке катаюсь, осматриваю территорию. Есть любимые? Девушки, жены? Девальд? Конечно, есть. Девушка, да? Да. Как она относится к твоему хобби? Увлечению? Негативно. Ну, когда я начал играть в «Лунир», стало более положительно к этому относиться. То есть, когда ты показал, что это действительно все серьезно? Да. То есть, она стала к этому относиться более положительно, и она меня, скажем так, в данный момент постоянно поддерживает. Я думаю, что если бы не она, мы, я думаю, что дошли бы. Как высоко. Понятно. Набу, Юра, а у тебя? У меня девушка, само собой есть, но к танкам, честно, очень плохое отношение у меня. Гоша хочет что-то спросить у меня. Кстати, у Гоши первый вопрос сразу. У девушек аккаунты есть? Моей нет, точно. Есть. У девушки есть аккаунты? Даже два. Даже два акка? Ничего себе! Супер! А что качает? На чем ездит? Ну, сейчас она в данный момент ни на чем не ездит, а так ей нравится ездить на арте. Она прокачивает, ей нравится очень Су-8. Супер, супер! Ну, блин, все девушки любят арту. Друзья, наверное, это будет наш с вами последний сход. Хорошо. Да, поэтому, наверное, я не знаю даже, что бы вы могли рассказать, посоветовать, пожелать ребятам, которые хотят на второй сезон попасть в АМ-Сириес, которые собираются принимать участие у нас на Старладере, в наших турнирах, в наших викинг-капах, фаст-капах от себя. Давай, набу, наверное, с тебя, а Девальд уже тогда, как капитан команды, завершит наш сегодняшний такой вот диалог. Главное желание, и было бы желание, всегда можно что-то сделать, поставить себе цель и идти к ней. Как бы без этого никак. Без этого никак. Девальд? Я хотел бы пожелать, никогда никого не бойтесь. Топовый игрок, не топовая команда, они люди, не все люди. То есть, они допускают ошибки, у них просто больше опыта, у этих людей. И они этим опытом пользуются. В определенное время, то есть, у вас достигнете такого же опыта, и вы сможете, всех нагнуть. Вот так вот, вообще замечательно. Я более чем на 100% согласен с тобой, поддерживаю тебя в этом. Ребята, те, кто нас смотрят, создавайте команды, пытайтесь, заходите на StarLadder, смотрите, пробуйте. Здесь, ну, это место, где можно раскрыть свои потенциалы, которые вы вряд ли раскроете там в абсолютной роте или даже там в чемпионской или там в юниорской. Здесь именно то, что сплощает людей, делает из просто там друзей команду. Так, ну, теперь мы покатаемся, да, наверное? Наконец-то, все, 28.01. Его уже нет. Да, кстати, как относитесь к орудию на 54-ке? Не кажется, что оно немножко занерфленное? Честно, даже я, мне кажется, нет. Я понял, тебя вдохновляет оно, да? мне нравится, мне не нравится кататься. Ну, только в рандоме, в ротах я не катался никогда. Вот я не знаю, я после Е50-го как-то к 54-ке с опасочкой отношусь. У меня на ней меньше гораздо боев, чем на Е50-ом, хотя была она открыта у меня раньше. Я вот смотрю, что мне и вес мне нравится, очень маленький какой-то. Ну, может быть, да. И мощность двигателя какая-то, ну, вообще детская, 700-ка. Ну, да, нет, а по сути на Е50-е, на 54-е, как бы, немного разные тактики игры. Ну, да, 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 все равно, знаешь, как-то тут с 60-тонного танка слез, сел в 30-ть, да, и такой, ой. Ух ты. Ну, да. Вы лучше не подходите, я свечу их всех. Ага, хорошо, мы отойдем туда. Мы жадничаем лес. Ну, что, дымах накидали, молодцы. И я умер. Сейчас артиллерия все сама сделает. У нас, -то, ДИО-2 есть? Ну, кстати, 5-4 мне больше нравится, чем батчат. 5-4 больше батчата. Есть броня. Я понял. А прикинь, Гоша продал свой батальон и говорит, да все, надоел. Я, кстати, когда первый раз купил, то есть играл, да, купил и играл первый день в батальон. Вот этот опыт, который самым максимально отражается, статистики, я его заработал в первом же игре. Вот Гоша хочет ворваться к нам сюда наконец-то в диалоге. Давай. Сейчас задаст вопрос какой-то. Диалоги о рыбалке. О танках, да. О танках можно. В Москве-то в Мамбле есть такая даже диалоги о рыбалке. Ну, когда просто ни о чем общается, да, ребята? Ну, вот просто поболтать. Я думаю, там в рыбалку играем. А, реально? Да. Играли, когда-то. Басикол. Хорош. Что-то я хотел задать, что-то спросить. Парни, почему только за третье место вы сегодня будете играть? Что это такое? Вот так вот. Вот что-то за фигня? Вот вы... Я вас слушал все это время, пока вы станете 42 минуты вы там уже играете. Вы крутые, блин, вы шарите. Я смотрю, как вы играете. У вас, по-моему, без поражений. Блин. Настолько тяжела аматорка, а уже сейчас? Нет, я скажу так, у меня парни перегорели. То есть ты завел, завел, завел их так, типа... Они просто перегорели, понимаешь, шесть боев в субботу, тем более мы играли в стыковочном матче с чемпионами Битвы за Киев, с БРВ, да? Их мы выиграли, то есть... То есть ни одно поражение у нас не было, да, с ними. О, как вам, бравые ребята, кстати? Да, кстати, моя любимая команда. Ну, отлично. Мне понравилось. Очень напряженные бои были. Очень напряженные. Я очень боялся, честно скажу, я очень их боялся сначала. А потом как? Я к ним очень готовился, но после Энска, да, когда мы 2-0 выиграли, ну, я более-менее успокоился. Мне стало полегче. А так, почему проиграли, да, почему бьемся за третье место, парни просто... Я-то был спокоен, да, то есть тактически, тактически, мы сделали все правильно, я считаю. Абсолютно все правильно. А, но, но, парни просто перегорели, руки трясутся, не хватает опыта, скажем так, публичных боев, как это сказать, да, когда это все комментируют, когда смотрят, да, на виду, людей не хватает. Соответственно, это сказалось, сказалась усталость, все-таки 5 боев, 5 групповых этапов, да, которые мы провели, это все-таки много, и очень быстро вы их проводили, кстати, там один за другим просто. и это очень тоже сказывалось, это все накопилось, игроки, у меня, скажем так, я уже играл в ESL, да, опыт имею, часть команды моей, которая у меня из моего клана пришла, тоже имеет опыт ESL, то есть, я часть своей команды, которая у меня была в ESL, я ее частично, то есть, перевел в Lauder, Star Lauder, да, и частично я добрал ее, с друзей своих, которым я познакомился в Абсолюте, как я говорил, до этого. Сейчас, в данный момент, да, нам не хватает некоторых людей, у нас текучка идет, я даже во время боев, то есть, турнира, да, он еще не закончился, во время турнира, у меня произвел две замены, а из воспользовательства для замены, у меня еще осталась одна, но думаю, уже она будет неактуальна, потому что мы вот-вот сейчас будем играть. Хорошо, а как сейчас настрой, вот на, да, матч за третье место, там, на победу только, мини-финал, там, ну, многие называют, знаю, что даже, финал лузеров, как вы считаете, вы будете лучше, вот сейчас, но вот у вас бой через 15 минут, реально, вот вы будете лучше в вашей паре? мы постараемся, вы будете делать все возможно. что, ну, не знаю, Танчик, мне кажется, парни только что так ответили, что они готовы проиграть, я не понял вообще, настроя вашего парня, эй, что мы сейчас постараемся, вот, вот это я и хотел от вас услышать, давайте, рвите, кто там против вас, я даже не посмотрел, кстати, гофгромы против, гофгром, гофгром, рвите, гофгром, блин, потому что, я не знаю, мне кажется, Танчику вы очень понравились, а те, кто нравится Танчику, обычно, хорошо себя чувствует и в лиге, и в ладоре, да, он такой, знаете, талисман у вас будет, моральный, по крайней мере, моральный, друзья, спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам на вьюшку, Девалт, огромное тебе спасибо за то, что ты тащишь на таком уровне команду, Набу, держись этого командира, и у тебя будет все хорошо в твоей карьере, и, ребята, я вам желаю все-таки определиться и понять, что вы все-таки уже киберспортсмены, потому что вы реально в огромном киберспортивном мире сейчас уже, и вы на хороших местах, вы уже за первый сезон добрались до про. Все, отключать? Все, отключай. Все, я, ребят, отключил, сейчас они там продолжают общаться в скайпе, вот, не услышите вы их, а? Я в стриме остался, я, да, хочу анонсировать то, что будет у нас через несколько, через некоторое время, потому что через буквально 15 минут, да, у нас должны начаться бои в финале, в финале аматорской серии, да, это всего лишь аматоры, но они уже немного чемпионы. Напомню, играть будут Red N против Gov Synergy Team 2. Gov N это не те, которые ново, это те, которые по ходу North. Посмотрим, посмотрим, что у них будет, посмотрим, какие карты они выберут, все будет точно так же, до... для победы надо выиграть 2, две карты из трех. Ну, и сейчас мы выключаемся, ребят, буквально на 15 минут, включимся через 15, но будет задержка, поэтому в 20 часов 10 минут по Киеву, в... ну, на самом деле, можно даже немножко раньше, можно в 2 часов по Киеву, в 21 по Москве, включаться и смотреть, видеть все, что делается, все, что происходит, и потом мы вам расскажем еще тоже очень-очень много интересного. Сегодня будет, как всегда, горячо. И с нами будет такой человек из Одессы, истинно одессит, как Джофф. Тоже, думаю, вы его знаете. Пока что отключаюсь. Отключаюсь. Отключаюсь.